Аркадий Борис Стругацкий, «Хромая судьба», глава пятая. И опять приснился мне сон, исполненный бессилия и безнадёжности. Будто с пушечным громом распахнулись все окна и двери, и тугим сквозняком вынесло из синей папки всё, что я написал, возорённое кровавым заревым пространство над шестнадцатиэтажной пропастью, и закружились, замелькались, закувыркались разносимые ветром странички. И ничего не осталось в синей папке. Но ещё можно было сбежать вниз, догнать, собрать, спасти хоть что-нибудь. Да вот только ноги словно вросли в пол, и глубоко в тело вошли, удерживающие меня над лоджией крючья. «Катя!» – закричал я, и заплакал в отчаянии, и проснулся. И оказалось, что глаза мои сухи, ноги свело, и невыносимо болит бок. Некоторое время я лежал под светлыми квадратами на потолке, терпеливо двигал ступнями, чтобы избавиться от судороги, и мысли мои текли лениво и без всякого порядка. Думалось мне, что я всё-таки очень нездоров, и придётся мне всё-таки убеждением Катьки внять и лечь на обследование, и сразу всё затормозится, всё остановится, и надолго закроется моя синяя папка. И ещё я подумал, что хорошо бы распечатать её в двух экземплярах, и пусть один экземпляр хранится у Риты. Хотя, с другой стороны, она тоже не девочка. Что-то у неё нехорошее, то ли с почками, то ли с печенью. Совершенно непонятно. Просто представить себе нельзя, как, где и у кого можно поместить рукопись на хранение, чтобы хранили и не совали в неё нос. Потому что вполне возможно, что нынешний сон мой пророческий ничего мне не успеет закончить, и разметёт мою синюю папку тугой сквозняк по каналам и помойкам. И листочка не останется, чтобы засунуть его в машину на предмет определения НКЧТ. И вот когда я вспомнил об НКЧТ, просто так вспомнил, к мысли пришлось по принципу иронии и жалости, вот тогда, словно сама собой, появилась у меня догадка, ясная и сухая, как формула, не ценность произведения они там определяют. Так вот, что хотел он мне всё время втолковать, невесёлый мой вчерашний знакомец. Наивероятнейшее количество читателей текста. Сюда же всё входит. И тиражи сюда входят. И качество, и популярность, и талант писателя, и талант читателя, между прочим. И можешь ты написать гениальнейшую вещь, а машина выдаст тебе мизер, потому что никуда твоя гениальная вещь не пойдёт. Прочтут её разве что жена, близкие друзья, да хорошо знакомый редактор, на котором всё и закончится. «А, ты ж понимаешь, старик, ты, старик, пойми меня правильно!» Умненькая машина, хитренькая. А я, дурак, потащил к ним свои рецензии, мусором свой потащил, мусорную свою корзину. Я сел, обхвативши колени руками. Вот что он имел в виду. Вот почему он мне, можно сказать, назначил следующее свидание. Сущное моё он имел в виду подлинное, чтобы твёрдо понял я, на каком я свете, и надо ли мне дальше горячиться, или же, подобно многим, до меня стоит бросить работать и начать вместо этого хорошо зарабатывать. И холодно мне стало от этих мыслей. Кожа пошла мурашками, и я натянул на плечи одеяло, и ужасно вдруг захотелось закурить. Страшненькая машина, жутенькая. И зачем только это им понадобилось. Конечно, знать будущее – вековая мечта человечества, вроде ковра самолёта или сапог скороходов. Цари, короли, императоры большие деньги из-за такое знание сулили. Но если подумать, то при одном непременном условии, чтобы будущее это было приятным. А неприятное будущее, кому его нужно знать. Вот прихожу я на банную с синей папкой, и говорит мне машина человечьим голосом, а дела твои, Феликс Александрович, дерьмо. Три читателя у тебя будут, утрись. Я отбросил одеяло и стал нашаривать ногами тапочками. Тапочки. А ведь не идти на банную теперь тоже нельзя. Должен же я знать. Зачем? Зачем мне это знать, что вся работа моя, жизнь моя, по сути дела, коту под хвост? Но с другой стороны, а почему ж так обязательно, коту под хвост? А если и так, то что это означает? Коту под хвост. Не сам ли я мечтаю отдать на хранение синюю папку, так, чтобы не залез в нее потный любопытный нос Брыжейкина или Гагашкина? А, впрочем, потный любопытный нос – это все-таки нечто иное. Брыжейкин – Гагашкиным, а читатель – читателем. Все же я, черт возьми, не рукоблудием занимаюсь. Я для людей пишу, а не для самоуслаждения. Конечно, с самого начала я готов был к тому, что синюю папку при моей жизни не напечатают. Обычное дело – не я первый, не я последний. Но мысль о том, что она просто скниет, на пропасть пойдет, растворится во времени без следа. Нет, к этому я не готов. Глупо. Согласен, согласен, но не готов. Потому и страшно. Я умывался, приводил в порядок постель, готовил завтрак, занятый этими мыслями. Было всего половина седьмого. Но все равно я не мог бы теперь ни спать, ни даже просто лежать. Меня просто-таки трясло от нервного возбуждения, от желания что-нибудь немедленно сделать или хотя бы решить. Это ж надо. Это ж надо же, до чего нас убедили, будто в рукописи не горят. Горят они. Да еще как горят. Прямо-таки синим пламенем. Гадать страшно, сколько их, наверное, сгинуло, не объявившись. Не хочу я для своего творения такой судьбы. И узнать о такой судьбе не хотелось бы, если она такая. Ах, не зря. Не зря обиняками вчера говорил мой невеселый знакомец. Мог бы ведь и прямо сказать, что к чему. Но рассудил, что ежи не догадаюсь я сам, то Бог убогому простит. А уж если догадаюсь, тогда деваться мне будет некуда. Я приду и принесу, и узнаю. И нечувствительно оказалось, что сижу я за своим столом. И синяя папка распахнулась передо мной. И пальцы мои сами собой берут листок за листком и бережно перекладывают справа налево. Оглаживают, выравнивают объемистую же стопочку. И ужасно горько мне стало, что вчера поздно вечером дочитал я последнюю написанную строчку. А как хорошо было бы именно сегодня, вот сейчас, вот в эту минуту неуверенности, в минуту паники, когда дорога моя неумолимо ведет к развилке, как хорошо было бы в эту минуту прочитать последнюю, еще неведомую мне, ненаписанную строчку, и под нею слово «конец». Тогда я мог бы сказать сейчас с легкой душой «Все это, государь, и мои философия, а вот полюбуйтесь-ка на это!» И покачал бы синюю папку на растопыренной пятерне. И так нестерпимо захотелось мне приблизить хоть немного этот далекий момент, что я торопливо раскрыл машинку, заправил чистый лист бумаги и напечатал «Часть вторая. Следователь». Я уже давно знал, что вторая часть будет называться «Следователь». И я очень неплохо представлял себе, что происходит там в первых двух главах этой части. И потому мне понадобилось всего каких-нибудь полчаса, чтобы на бумаге появилось. Но Андрея вдруг разболела, заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполненной пепельнице окурок, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перемешанных бумаг лежал там черный армейский пистолет. По углам прятался пыльный табачный мусор, валялись обтрепанные картонные коробки с канцелярской мелочью, огрызки карандашей, несколько сломанных сигарет. От всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову руками так, чтобы ладони прикрывали глаза и сквозь щелки между пальцами стал смотреть на Питера Блока. Питер Блок по прозвищу Копчик сидел в отдалении на табуретке, смиренно сложив на костлявых коленях красные лапки и равнодушно мигал, время от времени облизываясь. Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить. И курить тоже. Андрей с усилием оторвал ладони от лица, налил себе из графина тепловатой воды и, преодолев легкий спазм, выпил полстакана. Я снял руки с клавиши и почесал подбородок. Но обычное дело. Когда я пытаюсь взять эту мою работу приступом, на голом энтузиазме все застопаривается. В следующие полчаса я только вставил от руки слово «скрепки» и добавил «Питер Блок облизнулся». Нет. Серьезную работу делают не так. Серьезную работу делают, ну, например, в мурашах, в Доме творчества. Предварительно надо собраться с духом, полностью отрешиться от всего суетного и прочно отрезать себе все пути к отступлению. Ты должен твердо знать, что путевка на полный срок оплачена, и деньги эти ни под каким видом не будут тебе возвращены. И никакого вдохновения. Только ежедневный, рабский, механический до изнеможения. Труд, как машина, как лошадь. Пять страниц до обеда, две страницы перед ужином. Никаких бдений, никакого трепа, никаких свиданий, никаких заседаний и никаких телефонных звонков, никаких скандалов и юбилеев. Семь страниц в день. А после ужина можешь посидеть в бильярдной. Вяло переговаривайся с знакомыми и полузнакомыми братьями-литераторами. И если ты будешь тверд, если ты не будешь упаси Бог, жалеть себя и восклицать, имею же я, черт подери, право хоть раз в неделю, то ты вернешься через 26 суток домой, как удачливый охотник, без рук и без ног от усталости, но веселый и с набитым ягташем. А ведь я даже и не придумал еще, что же у меня будет в моем ягташ. Ровно в 8.30 раздался телефонный звонок. Но это не был Леня Шипст. Непонятно, кто это был. Трубка дышала, трубка внимательно слушала мои раздраженные. Алло, кто говорит? Нажмите кнопку. А потом пошли короткие гудки. Я бросил трубку, с отвращением выдернул из машинки початый лист, сунул его в папку под самый низ и закрыл машинку. Светало, на дворе опять разыгралась пурга. Снова ощутил я острую боль в баку и прилег. Все-таки я холерик. И вот только что трясся от возбуждений. Казалось мне, что нет ничего важнее на свете, чем моя синяя папка и ее судьба в веках. А теперь вот лежу, как раздавленная лягушка. И ничего-то вечного мне не надо, кроме покоя. Бог болел, и небывалая слабость навалилась на меня. И жалость к себе пронзила, и вспомнил я, безвольно сдался воспоминанию, как сдаются обмороку, когда нет больше сил терпеть. Она жила в квартире номер 19. Занимала там крошечную комнатушку, бог знает на каких правах. Училась на первом курсе политехнического, и было ей около 19. И звали ее Катя. О фамилии ее Ф. Сорокин не знал и никогда не узнает. Во всяком случае, в этой жизни. Ф. Сорокину исполнилось тогда 15. Он перешел в девятый класс и был пареньком рослым и красивым, хотя уши у него были изрядно оттопырены. Но урок физкультуры он в шеренге стоял третьим после Володи Провдюка, убитых в 43-м, и Володи Цингера, ныне большой чин в авиационной промышленности. Катя, когда он познакомился с нею, была одного с ним роста. А когда разлучила их разлучительница всех союзов, Катя была уже на полголовы ниже его. Ф. Сорокин несколько раз встречал ее еще до знакомства. Либо на лестнице, либо у Анастасии Андреевны. Ну, ничего мужского и личного она в нем тогда не возбуждала. Он был тогда сопляком и фофаном, этот рослый и красивый парень Евсорокин. Дистанция между студенткой и школьником представлялась неимоверной. Тягостное и безрезультатное перещупывание с Люсей Неверовской, ныне адмиральская вдова, пенсионерка и, кажется, уже прабабушка, воздвигала непреодолимую баррикаду между его вожделениями и всеми женскими особами в мире. И вообще предполагалось обязательным сначала проникнуть во вражеский стан, прикончить или захватить живыми Гитлера и Муссолини, а тот же не знал еще тогда Эвсорокин, и положить их голову к туфелькам. Наверное, в психиатрии нашлось бы объяснение тому, что маленькая студентка Катя положила глаз на школьника. Обыкновенно пятнадцатилетние мальчишки привлекают главным образом дам на возрасте. Впрочем, что я понимаю в психиатрии. Но осмелится ли кто-нибудь утверждать, что роман Кати и Эвсорокина уникален? Эвсорокин не осмеливается. А, впрочем, он лицо предубежденное. Уже потом, два или три месяца спустя, Катя спокойно и просто сказала Эвсорокину, что влюбилась в него с первого взгляда. При первой же случайной встрече, то ли на лестнице, то ли в подъезде. Может быть, она говорила неправду, но Эвсорокину это было лестно. Однако, тут, возможно, имеет значение такое обстоятельство. Года за полтора до их знакомства с Катей произошла неприятность. Она училась тогда в десятом классе в одном из небольших городков под Ленинградом. Колпино, Павловск, Тосна. Однажды она была дежурной и осталась после уроков прибирать класс. И тут вошли несколько ее одноклассников. Схватили ее, обмотали голову пиджаками и повалили в проходе между партами. Ничего у них не получилось, может быть, от страха, может быть, по неопытности. Катя осталась девицу физически. А как насчет психологии? Правда, надо сказать, что Эфа Сорокина она полюбила уже женщиной. С кем это произошло у нее в первый раз она не сказала, а ему вопрос об этом никогда не приходил в голову. В один жаркий день в начале сентября Эфа Сорокин вернулся из школы и зашел за ключом в квартиру номер 19 к Анастасии Андреевне. Анастасия Андреевна он не застал, а нашел записку, что ключ оставлен у соседки у Кати. В полутемном коридоре, загроможденным всяким хламом, он нашел Катину дверь и постучал. И дверь в ту же секунду распахнулась, и он увидел ее и испытал потрясение. в конце концов цель оправдывает средства, а в любви говорят все средства хороши. Конечно, она его ждала и готовилась, да он-то совершенно не был готов. Потом он понял, что еще немного, господи, немного чего, и он либо бросился побежать, сломя голову, либо свалился бы в обмороке. Ах! Я поднялся, кряхтя и постановая, полез под диван и с самого дальнего темного угла достал окурок, о котором помнил весь этот год. Я пошел с ним на кухню и закурил, стоя у окна. И мельком удивился, что табачный дым не оказывает мне никакого действия. Словно не дым я вдыхаю, а теплый пахучий воздух. Кать была тощенькая, узкоплечья и узкобедрая с круглыми торчащими грудями. На ней был мешковатый серый халат приютского типа. Она молча взяла Сорокина за руку и ввела в свою комнатушку, а потом вернулась к двери и тихонько, но плотно затворила ее и щелкнула задвижкой, а потом повернулась к Сорокину и стала глядеть на него, опустив руки. халат на ней был распахнут, а под халатом у нее была голая кожа. Но Эв Сорокин увидел сначала, что она красная от лба до груди, а потом уже все остальное. Ну и зрелище для половозрелого сопляка, который до того видел голых женщин только на репродукциях Рубенса. А нет, впрочем, еще на порнографических карточках их ему показывал Борька Кутузов, разорван на куски снарядом в августе Сорок первого. Они встречались, если не каждый день, то все же достаточно регулярно. Точно в назначенный день и в условленный час минуту в минуту Эв Сорокин бесшумными скачками поднимался к дверям квартиры номер 19. Обычно это было днем, часа в три или четыре, сразу после возвращения из школы. Конечно, он не звонил и не стучал. Дверь открывалась. Катя в своем приютском халатике на голое тело хватала его за руку, уводила в свою комнатушку, и они запирались там и насыщались друг с другом жадно и торопливо. И минут через двадцать Эв Сорокин бесшумный, осторожный, как индеец на военной тропе, бы шмыгивал в полутемный коридор, привычно нащупывал барабанчик французского замка и оказывался на личной площадке. Говорили они немного и только шепотом. И за всю однообразную, но невероятно насыщенную историю этой любви им ни разу не привелось побыть друг с другом более получаса подряд. А история была действительно невероятно насыщенной, для Эв Сорокина несомненно, однако, наверное, и для Кати тоже. Спускаясь по лестнице из квартиры номер девятнадцать, Эв Сорокин уже начинал тосковать. Через день другой тоска сменялась напряженным нетерпением. Наступало назначенное время и все у него внутри тряслось от лихорадочной радости и от растущего страха, что встреча вдруг не состоится, а бывали такие случаи. И вот встреча, а затем снова тоска, нетерпение, радость и страх. И снова встреча. И так неделя за неделей, осень, зима, весна и, наконец, проклятое лето 1941-го. И ни разу Эв Сорокин не ощутил усталости от Кати. Ни разу не захотелось ему перед встречей, чтобы встречи этой не было. И, по всей видимости, то же самое было и с ней. Интересно, что именно в это время, в девятом классе, Эв Сорокин вел успешное наступление на высшую математику и сферическую тригонометрию на пару с Сашей Ароновым. Умер от голода в январе 1942-го. Вовсю мастерил астрономические трубы, вкалывал в мастерских дома занимательной науки и играющий управлялся со школьной премудростью. И продолжался его платонический роман с Люсей Неверовской. А после встречи Нового года начался вдобавок и флирт с Ниной Халяевой. Пропал без вести эвакуации. И было еще много и много всякой ерунды и чепухи. Эв Сорокин активно жил в учебе, науке, общественных и личных связях. И ни разу, ни при каких обстоятельствах, нигде и никому ни словом, ни намеком не обмолвился Акать. Вряд ли их связывала просто половая страсть. Хотя бы самое, что ни на есть неистово. Такое не могло бы тянуться столь долго и при этом сопровождаться беспрестанно приступами тоски, радости и страха. Вряд ли это было и любовью романтического толка, о которой писали великие. Было там и от того и от другого. Была там, вероятно, мальчишеская гордость обладания настоящей женщиной. И благодарная нежность девочки к мужчине, который не обижает и не выпендривается. А еще было, наверное, предчувствие. В последний раз они встречались в конце мая в начале экзаменов. В десятых числах июля Эв Сорокин вернулся со строительства аэродрома под Кингисеппом в Измужалы, уже убившись своего первого человека, врага, фашиста и очень этим гордый. Огольными путями ему удалось узнать, что неделю назад Катя уехала со своим курсом на сооружение противотанковых рвов куда-то в Гач или Псков. В конце июля в дому управления сообщили, что Катя убита при бомбежке. Слабость. Это все слабость моя. Что-то я сегодня ослабел. Но почему я всегда так упорно запрещаю себе вспоминать это имя? Катя. Катя. Но только имя. Потому что я больше никогда не любил. Было у Эфа Сорокина с тех пор множество баб. Две или три женщины. И не было ни одной любви. Телефонный звонок раздался, и я потащился обратно в кабинет. Это звонила Рита. Наконец и вовремя. Она только что вернулась из своей тьму таракани и желала пообщаться с интеллигентным человеком из литературного мира. Голос у нее был чистый, веселый и здоровый. И это было прекрасно. И мне захотелось немедленно с ней увидеться. Я спросил, как она сегодня. И она ответила, что сегодня она у себя в конторе проторчит до обеда, а в обед можно будет ей рвануть когти. Я возликовал, и мы тут же совместно выковали план, как мы встретимся у меня в клубе в 15.00 и сольемся там в гастрономическом экстазе. Для начала, сказал я деловито. Там видно будет, ответила она еще более деловито. Разговор этот, как и следовало ожидать, коренным образом изменил мой взгляд на окружающую действительность. Окружение из враждебного сделалось дружелюбным, а действительность утратила мрачности, обрела все мыслимые оттенки розового и голубого. О, вот и на дворе стало значительно светлее, и злая метель обратилась в легкий, чуть ли не праздничный снегопад. И все, что угрюмо обступало меня в последние дни, все эти неприятные и странные встречи, пугающие разговоры, недомолвки, обретшие вдруг плоти, кровь, проблемы, совсем недавно еще абстрактные, вот вся эта темная безнадега, обступившая меня зловещим частоколом, вдруг раздвинулась. Отступил куда-то назад и в стороны, и передо мной все стало изумрудно-зеленое, серебристо-солнечное, туманно-голубое, с лихо мерцающей надписью поперек «Перебьемся!» И бог мой теперь уже совсем не болел. «Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек?» «Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек!» Прежде всего я отправился в ванную и там побрился самым тщательным образом. Рита терпеть не может даже намека на щетину. Затем я прошелся влажной тряпкой по всем столам и шкафам. Рита не выносит пыли на полированных поверхностях. Я поменял постельное белье. Мы с Ритой признаем только свежие, хрустящие, накрахмаленные простыни. Я тщательно перетер бокалы и рюмки, придирчиво изучая стекло на просвет. Я начистил скайдрой ножи, вилки и чайные ложки. Ох, взял себя в руки и вымыл ванну и унитаз. И уже под занавес я выкатил пылесос и пропылесосил пол везде, где он был. Пока я всем этим занимался, дважды звонил телефон. Один раз это был Леня Шипст, которому я после его стандартно приветственного вопроса «Как дела?» не дал и рта раскрыть. А второй раз опять молча подышали в трубку. Подышал в трубку тот стеснительный. И я под веселую руку поведал ему, что предложение помощи я ценю. Но помощь мне не требуется, ибо все свои дела я уже довел до конца и в ближайшее же время уйду с этой планеты и из этого времени навсегда. Не знаю уж, что об этом подумал стеснительный, но звонков телефонных больше не было. Я облачился в лучший свой костюм и вышел из дома без четверти два с таким расчетом, чтобы успеть зайти в комиссию и забрать причитающуюся мне порцию чтива. Господи, спаси меня и помилуй, лифт не работал, ну, то есть совсем не работал, ни большая кабина, ни малая. И тотчас воображение мое нарисовало мне гомерическую картину, как мы с Ритой после хорошего обеда и хорошей прогулки по заснеженной Москве взбираемся пешочком на шестнадцатый этаж, как сердце у меня в груди бешено и неровно бьется, и я на каждой лестничной площадке присаживаюсь на специально для таких случаев предусмотренные скамеечки и украдкой сию в пасть нитроглицерин. А Рита красивая женщина, дама сердца, любовница, последняя женщина моя, деликатно болтает о пустяках, унизительно сочувственно поглядывая на меня сверху вниз. и время от времени приговаривает. Да не спеши ты, куда нам спешить? Я отогнал позорное видение и пошел спускаться пешком. И кого же я повстречал на площадке между восьмым и седьмым этажом? Кто стремительно поднимался мне навстречу, шагая через две ступеньки разом и лишь слегка придерживаясь левой рукой за перила? Кто он, вот этот румяный, насвистывающий гершвина, держащий в правой руке тяжелую сумку с продуктами? С продуктовым заказом, судя по некоторым признакам, а? Ну, разумеется, то он, он, Костя Кудинов, поэт, тот самый до зелени бледный и облеванный бедолага, которого так недавно при последнем издыхании увезли промывать в Берилевскую больницу. Старик, заорал он жизнерадостно, едва опознав меня. Ах, хорошо, что мы встретились, ты не спешишь, имей в виду, я включил тебя в нашу бригаду, поедем на БАМ, 20 дней, 15 выступлений, спецрейс с самолетом туда и обратно, как это тебе, а? Хо-хо-хо-хо, поистине, сегодня был удачный день. Это может показаться странным, но я, пожилой, замкнутый, в общем-то, избегающий новых знакомств человек, консерватор и седун, я люблю публичные выступления. Мне, мне нравится стоять перед набитым залом, видеть разом тысячу физиономий, объединенных выражением интереса. Интереса, интереса жадного, интереса изумленного, интереса скептического, интереса насмешливого, но всегда интереса. Мне нравится шокировать их нашими цеховыми тайнами, раскрывать им секреты редакционной издательской кухни, безжалостно разрушать иллюзии таких засальных стереотипов, как вдохновение, озарение, божьи искры. Мне нравится отвечать на записки, высмеивать дураков тонко, чтобы никакая гишу, будя она окажется в зале, не могла придраться. Нравится ходить по лезвию бритвы, лавируя между тем, что я на самом деле думаю, и тем, что мне думать по общему мнению полагается. А потом, когда выступление уже позади и нравится мне стоять внизу, в зале, в окружении истинных поклонников и ценителей, написывать зачитанные до дряхлости книжки современных сказок и вести разговор уже на равных, без дураков, крепко до ожесточения спорить, все время испытывая восхитительное чувство защищенности от грубого выпада и от бестактной резкости, когда не страшно совершить ложный шаг, когда даже явная глупость, произнесенная тобой, великодушно пропускается мимушей. Но особенно я люблю все это не в Москве и не в других столицах административных, научных и промышленных, а в местах отдаленных, где-нибудь на границе цивилизации, где все эти инженеры, техники, операторы, все эти вчерашние студенты изголодались по культуре, по Европе, просто по интеллигентному разговору. И я, конечно, дал Косте согласие, выяснил у него, когда отлет, то еще включил бригаду, и где нас будут инструктировать, и уже протянул ему руку для прощания. Но он вдруг взял меня за большой палец щепотью, хитро прищурился и как-то кокетливо пропел. «А ты у нас рисковый мужик, Феликс Александрович, ловко это у тебя получилось, но не думаешь ли ты, что тебе это припомнят, а? Во благовремени, а?» Он кокетливо щурился и покачивал в воздухе мою обмякшую руку, а я ощутил, что все внутри у меня съеживается от дурного предчувствия. Наверное, дело было прежде всего в том, что произнес он эти слова, что произнес эти слова именно Костя. Не знаю. Но я сразу подумал, что не кончилась еще глупейшая история с этим, как он там, с Мафусалином этим чертом. Ничего не кончилось. Что с того, что я начисто забыл про Саглядатая в клетчатом пальто перевертыша? Они-то про меня не забыли. Дело продолжается. И вот оказывается, я уже какой-то ловкий ход сделал. Обманул, видимо, кого-то. Рискнул, дурень, и теперь мне это могут припомнить. И, конечно же, припомнят. Обязательно припомнят. Езус, Мария Иосиф, провалиться этому Костю Кудинову откуда нет возврата с его таинственными манерами, намеками и полунамеками. Уже через минуту подмигиваний, прищуриваний и раскачивания моей руки выяснилось, что речь идет совсем о другом. В начале декабря знакомый мой редактор из Богатырского дозора дал мне рецензировать рукопись Бабахина, председателя жилкомиссии нашей. Дал он мне эту рукопись и сказал так. Врежь ты ему по соплям и ничего не боись, рецензия внутренняя, а главный наш от этого Бабахина уже в прединфаркте. Повесть действительно была чудовищная и я врезал по соплям с наслаждением а под самый Новый год Бабахина с громом и лязгом поперли из председателей. Не за то, конечно, поперли, что пишет он повести, способные довести до прединфаркта даже такого закаленного человека, как главный богатырского дозора. Нет, поперли его за то, что ел он хлеб беззакония и пил вино хищения. И вот теперь этот идиот, этот поэт Костя Кудинов вообразился, будто я все это предвидел заранее и рискнул выступить против Бабахина аж в начале декабря, когда все еще могло повернуться и так и эдак. И более того, этот идиот Костя Кудинов считал мою рецензию поступком безрассудным, хоть и героическим, ибо полагал не без оснований, впрочем, что Бабахины не умирают, что они всегда возвращаются и никогда и ничего не забывают. Кому в наше время приятно попасть под подозрение в безрассудном геройстве? Ну, я только снисходительно похлопал Костю по плечу и дал ему понять, что все это комариное плеш, и при моих связях никакие Бабахины мне не страшны. на лице его при этом явственно проступило размышление на тему, а нельзя ли по возможности немедленно извлечь что-нибудь полезное для себя из знакомства с такой значительной и благорасположенной к нему персоной? И это каким-то не совсем понятным образом подвигло вдруг меня на прямой вопрос. «Послушай-ка!» сказал я. «А что это ты угрожал мне, да, еще в больнице? Что там у тебя, собственно, произошло?» Признаюсь, я не люблю прямых вопросов. Не ставить, не слышать. На прямые вопросы обычно следуют до отвращения уклончивые ответы. И всех вокруг начинает тошнить. Да и прямые ответы, как правило, тоже не сахар. Однако же тайна страшного Ивана Давыдовича и Костиного змийного шуршания о себе подумай, сорокин. Раньше только раздражавшая меня наподобие некой душевной заусенницы сейчас вдруг потребовала немедленного и полного разъяснения. Что же мне в самом деле теперь каждый раз трепетать с Кудиновым, встречаясь? «Ну что ж ты прикажешь?» сказал я, раздражаясь. «Каждый раз, понимаешь, теперь с тобой каждый раз, понимаешь, трепетать с тобой, встречаясь, нет ж, изволь объясниться». И точно так же, как тогда в больнице, Костя заметался взглядом, явно не зная, куда его приткнуть в безопасное место. И снова принялся он лепетать, бормотать, экоть и мекать. Однако ж на этот раз выглядел он не столько испуганным, сколько смущенным, будто поймали его за тайным разглядыванием специфического заграничного журнальчика. И хотя был он достаточно невнятен, все же я уловил в его бормотании и мекании некую вполне связанную и вполне грязноватую историю про какие-то редкие медикаменты, без рецептов, сам понимаешь. Те есть двоюродного брата, ну ты ж понимаешь, старик, ну все же родня, неудобно, не-не-не-не, никакой головщины, что ты, что ты, ну ты ж его напугал до этого, как-то, я сам виноват, ну и ты пойми меня правильно, знаешь, кому охота объяснить, ну и так далее. я слушал его, испытывая одновременно и некую брезгливость и явное облегчение всего-то навсего. Господи! Ну ведь из-за разочарования тоже, всего-то навсего, а я-то... И когда ситуация, как мне показалось, прояснилась полностью, и я прервал его излияние, не стараясь скрыть ни брезгливости своей, ни облегчения, ни разочарования, и это все... Старик! — скричал он, вовсе не разобравшись в моих интонациях. — Дедуля, клянусь честью, а ты-то что подумал? А ну признайся, ведь черт ты, что подумал, а? Не стал я ему ни в чем признаваться, повернулся к нему спиной и пошелся вниз по лестнице. А подумал я уж который раз, что жизнь наша, что бы ни говорили нам об этом энтузиасты, по сути своей вполне обыкновенно и незагадочно. И слава богу, если серьезно. И что нет, видимо, ничего такого в мире, друг Горацио, о чем так сладко болтается вечерком нашим кухонным мудрецам. И что прав, надо полагать, мой герой, когда брюжит, нет никакого Бермудского треугольника. Есть треугольник АБЦ, который равен треугольнику А штрих, Б штрих, С штрих. И даже не равен, а конгруентен. Так теперь надо бы наговорить. Всего-то навсего обделывал свои тихие делишки тесть Шулина, свекра сестры. А я-то намудрил, я-то насочинял воображение свое. Собственно, ничего я пока еще не насочинял, но был близок. Тут ж никуда не денешься. Близок я был. И уже мерещилось мне, что мафусалин этот дефицитный есть не что иное, как мой эликсир жизни, живая моя вода из каменной пещеры. И мерещились мне уже мои бессмертные. И совсем уж было вообразил я, что начал присуществляться мой старый сюжет. И возникали вдруг из небытия придуманные мной персонажи. И вот все кончилось вялым анекдотом. В который уже раз. Не, позвольте, подумал я, а клетчатое пальто, что же? Тайный соглядотай мой, агент 007, клетчатая моя тень в металлических очках. Неужели же я просто подстегнул его... Ой-ой-ой. А, опять слово. Неужели же я просто подстегнул его к бытию своим переживаниям? Как все мы делаем это с приметами, озарениями и тайными голосами, позабывши, какая чертова уйма в Москве клетчатых пальто и металлических оправ. И ведь не обошлось без клетчатого пальто. Напомнило-таки оно себе еще раз, хотя и вовсе неожиданным образом. Выйдя из метро на Кропоткинской, я увидел рядом с табачным киоском это величайшее достижение 20 века. Красно-желтый фургон спецмедслужбой. Задние дверцы его были распахнуты настиж, и двое милиционеров ввергали в ее недра клетчатое пальто перевертыш. Ввергаемое пальто отбрыкивалось задними ногами, а может и не отбрыкивалось, а отщилось отыскать под собой опору. Лица я не видел, я вообще больше ничего не видел, если не считать очков. Металлическая оправа от очков, ее деловито пронес мимо меня, держа двумя пальцами третий милиционер, тут же скрывшийся за фургоном. Затем дверцы захлопнулись, машина выпустила из себя кубометр гнусного запаха и медленно укатила. Вот и все приключения. И спросить не у кого, что здесь произошло. Потому что миновали времена, когда такого рода инциденты собирали зрители. И я пошел своей дорогой. И пока шел я этой своей дорогой по бульвару, а затем по посольской улице. Вдруг ни с того, ни с сего перед мысленным взором моим принялись выскакивать из недр, из каких-то недр суматошно закружились люди, реплики, эпизоды. Да так ловко, так сноровисто, словно все это время я только о них и думал. Итак, маленький, но вполне самостоятельный и совершенно достоверный мир принялся строиться во мне. Провинциальный южный городок на берегу моря. Ранняя осень, дожди уже начинаются, листья желтеют. И третиразрядный писатель, этакий периферийный Феликс Сорокин, но помоложе, пожалуй. Лет это к сорока. Ну и не Сорокин, конечно, а скажем, ну Воробьев. Вот выходит он утром из своей квартиры по делам. Посуду, например, сдать. Здоровенный у него в руке авоська с бутылками из-под бжни. А сдавший посуду, пойдет он потом выступать перед читателями. Перед пенсионерами вдоль культуры, в дом культуры. Но не тут-то было гражданин Воробьев. Из соседней квартиры выносят ему навстречу санитары соседа его, Костю, ну, например, Курдюкова там, поэтишку Скорохвата, при последнем издыхании. А дальше по жизни ничего придумывать не надо. Муфусалин, институт, вурдалак Иван Давыдович, кличатое пальто в трамвае. Весь день моего Воробьева преследуют странные происшествия. То, скажем, самосвал, мир настоящий на пригорке, понад очередью пункти приема стеклотары, срывается вдруг с тормозов и катит прямо на моего Воробьева, да так что тот едва успевает отскочить. То вдруг огромный булыжник, не везде откуда свалившийся, врезается у самых ног Воробьева, присевшего завязать шнурок на ботинке. А и пусть он у меня целый день шляется по городу с этой своей авоськой, разочертевший. То вдруг из рядов пенсионеров в Доме культуры воздвигается клетчатое пальто и задает вопрос. А какой же это будет вопрос? А, черт, ладно, потом придумаю. А вот ночью они все к нему и заявятся. Их у меня, как и намечалось, будет пятеро. Паршивых и гадких. Пятеро древних гишу. Пятеро гнойных прыщей, и каждый в своем роде. Ну, во-первых, мой добрый знакомый, вурдалак Иван Давыдович. Он у нас на самом деле древний алхимик. Еще императору Рудольфу золото добывал из свинячьей желчи. А в наши дни бессменный председатель месткома у себя в институте. Эх, женщину бы туда нужно, вот что. Ледяную красотку, для которой мужики, что пауки для паучихи, попользовался зайчику. Самка-ишу. Маркитанка из рейтерского обоза таскалась за солдатней еще во время гугенотских войн. Так, тут надо бы подумать, чтобы не было противоречий. Бессмертные-то они бессмертные, конечно, но только в том смысле, что своей смертью не умирают. А убить их вполне можно. И пулей, и ножом, и ядом, и как угодно. И тогда все выстраивается. Костя Курдюков, обожравшись тухлыми консервами, со страху решил, что помирает. И послал моего Воробьева к вурдалагу, чтобы тот дал две-три капли эликсира. А вурдалаг, сами понимаете, пользуясь государственным оборудованием, все пытается синтезировать эликсир. И две-три капли у него всегда есть для химических целей. Так, принимаем, значит, что эликсир может действовать как лекарство тоже. Иван же Давыдович, вурдалаг, мой дорогой, будучи существом в высшей степени подозрительным и недоверчивым, решает, что произошла утечка информации и направляет по следам Воробьева верного человека в клетчатом пальто, чтобы, во-первых, проследить, а во-вторых, припугнуть. А уж ночью они валятся к Воробьеву в дом всей компании. Нежалкие свифтовские струльбруги, маразматики полудохлые, а жуткие древние гишу, без чести, без совести, без жалости, энергичные, свирепые, готовые на все. Вот тут-то ночью все и начнется. Вот самое лакомое, конечно, это ночное толковище пиршество бессмертных. Это у меня, это у меня может получиться. Ха-ха-ха-ха! Это у меня должно получить! А черт подери! Это у меня получится! Нет, государи мои, у хорошего хозяина даром ничего не пропадает, все в дело идет. И клетчатые пальто загадочные, и свирепые председателями скомов, и даже давно забытые наметки в рабочем дневнике десятилетней давности. Чрезвычайно довольный собой, своими перспективами, я вступил в клуб, как и предполагал, в три без четверти. У входа дежурила на этот раз неподслеповатая леповатая, мать Тимофеевна, а молодая еще пенсионерка, которая работает то у нас без году недели, а уже всех знает, во всяком случае, меня. Мы раскланились, я предупредил ее, что жду даму, разделся и попрел наверх в приемную комиссию. Зинаида Филиппна, черноглазая и белолицая, как всегда, очень занятая и очень изобоченная, указала мне на шкаф, где на трех полках отдельными кучками лежали сочинения претендентов. Хух, подумать только, всего-то их восемь, а уже напечатали такую уйму. Я вам это брала, Феликс Александрович, произнесла Зинаида Филиппна, рассеянно мне улыбаясь. Вы ведь военно-патриотическую тему предпочитаете, вон крайняя стопка Хлобуев-некто. Я вам уже записала. Жалок и тосклив был вид стопки. Воплотивший в себя дух и мысль неведомого мне Хлобуева. Три точеньких номера прапорщика с аккуратненькими хвостиками бумажных закладок и одинокая точенькая же книжечка северно-сибирского издательства. Повесть под названием «Стережом неба». И кто же это тебя, Хлобуев, рекомендовал, подумал я? Кто же это опрометчивый отдал тебя нам на съедение, с твоими тремя рассказиками и одной повестушечкой? Да и не повестушечка это даже, а так слегка билетаризированный отчерк из жизни ракетчиков или летчиков. Да ты же, Хлобуев, на один зуб будешь нашим лейб-гвардейцем, если, конечно, не заручился уже их благорасположением. Но даже если ты заручился, Хлобуев, на ползуба тебя не хватит нашим специалистам по истории куртуазной литературы Франции 18 века. Но уж если Хлобуев исхитрился и ты у них благорасположение снискать, тогда честь тебе, Хлобуев и хвала, тогда далеко ты у нас пойдешь и очень может быть, что через пяток лет будем мы все толпиться у твоего порога, выклянчивая право на аренду дачи в Подмосковье. Со вздохом взял я Хлобуева под мышку и, вежливо попрощавшись с Зинаидой Филипповной, направился прямо в ресторан. И случилось так, что хотя народу в ресторане по дневному времени было не очень много, но удобный столик свободный оказался только один. И когда я уселся, то за столиком справа от меня оказался Витя Кошельков, знаменитейший наш юморист и автор множества скетчей при галстуке бабочкой и при газете Морнинг Стар, которую он и читал с неприступным видом над чашечкой кофе. А за столиком слева щебетали непрерывно жуя две неопределенного возраста дамы, вполне, впрочем, на вид аппетитные. А за столиком прямо передо мной Аполлон Аполлоныч Владимирский угощал какую-то из своих многочисленных внучатых, может, даже уже и правнучатых родственниц обедом с шампанским. Он заметил меня, и мы раскланились. Он был все такой же, каким я впервые увидел его почти четверть века назад. Маленькая, совершенно лысая, как воздушный шарик, голова на длинной складчатой шее игуаны. Огромные черные глаза, сплошной зрачок без радужки, распущенные роты, беспорядочно клацающие искусственные челюсти, как бы живущие самостоятельной жизнью, и плавные движения дирижера, и резкий высокий голос человека, равнодушного к мнению окружающих, и старомодный начало века, наверное, костюмчик с коротковатыми рукавами, из-под которых выползали ослепительные манжеты. Мне он казался пришельцем из невообразимо далекого, хрестоматийного прошлого. Невозможно было представить себе, что энергичные, задорные, бодрящие песни, которые певали, да и сейчас еще поют, на демонстрациях и студенческих вечеринках со времен коллективизации написаны на стихи этого реликта. Я сидел одним глазом поглядывая на раскрытого на середине Холобуева, а другим на двери в холл, откуда пора было уже появиться Рити. А Аполлон Аполлоныч, покровительственно наблюдая, как молоденькая родственница управляется с бифштексом и поминутно элегантными щелчками, загоняя в рукав непослушную манжету, исполнял под аккомпанемент беспорядочно клацающих челюстей очередной свой устный мемуар. Этих мемуаров за истекшие десятилетия я наслушался предостаточно, и поэтому сейчас лишь узловые моменты рассеянно отмечало мое привыкшее ухо. Вот Владимир Владимирович и странные его отношения с Осей. Вот Борис Леонидович промелькнул, сказал что-то забавное и сменился тут же Александром Александровичем, совсем уже больным, за день до кончины. А вот и Алексей Николаевич, и, конечно же, их сиятельство уехали на прием. Самуил Яковлевич, Корней Иванович, Веня появился у Алексея Максимовича, совсем молодой и очень заносчивый. А Исаак Иванович вступил на последнюю свою короткую дорогу. А как придет время уколы делать, так представь себе, душа моя, все писатели в рассыпную и в лес, а сестры со шприцами наготове за дни, и только Миша грустно так стоит у больничного окна, и говорит бывало, побежали в лес по ягодице. Константин Сергеевич, ох, заберут вас когда-нибудь в гум, Владимир Иванович, Александр Сергеевич, тут я вздрогнул, Виссарион Григорьевич с сыном своим Иосифом. Я посмотрел на полон Аполлоныча. Он был неиссякаем. Родственница, впрочем, оставалась к этому уникальному потоку информации вполне равнодушной. Я не исключал, конечно, что она, как и я, слышала все это далеко не впервые. И тут Аполлон Аполлоныч сказал весело. А, вот и Михаил Афанасьевич собственной персоной, команд Сова, Мишель. Я взглянул. В одну зимнюю ночь сорок первого года, когда я во время воздушной тревоги возвращался домой из гранатных мастерских, бомба попала в деревянный дом у меня за спиной. Меня подняло в воздух, плавно перенесло через железные пики садовой ограды и аккуратно положило на обе лопатки в глубокий сугроб. И я лежал лицом к черному небу и с тупым изумлением глядел, как медленно и важно, подобно кораблям, проплывают надо мною горящие бревна. И вот с таким же тупым изумлением глядел я теперь, как со стороны холла наискосок через ресторан идет Михаил Афанасьевич, мой невеселый вчерашний знакомец, только без синего лабораторного халата, а в остальном в точности такой же и даже в том же синем костюме. Я видел, как шевельнулись его губы, он что-то ответил Аполлон Аполлонычу, а меня не заметил или не узнал и прошел мимо к выходу в вестибюль старой княгини. И когда он скрылся за дверью в мертвой тишине, какая бывает после страшного взрыва, скрипучий голос Аполлона Аполлоныча произнес то ли торжественно, то ли доверительно, в библиотеку пошел или в канцелярию. А я ведь, оказывается, уже стоял, готовый бежать за ним следом. Были ли у меня к нему вопросы? Да, были, конечно. Хотел ли я спросить у него совета? Безусловно, разумеется. Все то, о чем догадался я сегодняшним горьким утром, поднялось во мне снова вдруг, как ядовитое варево в беденном горшке. И необходимо стало мне узнать, правильно ли я давеча понял, и если правильно, то что мне теперь с этим пониманием делать? Уже только ради этого стоило бежать за ним, но это, не это было главное. Я осознал вдруг, кто он, мой невеселый знакомец с банной. Какой он такой, Михаил Афанасьевич! Теперь это казалось мне столь же очевидным, сколь и невероятным. Эта встреча была достойным завершением моей бездарно-фантасмагорической недели, на протяжении которой тот, кому надлежит ведать моей судьбой, распустил передо мной целый веер возможностей, ни одну из которых я не сумел или не захотел осуществить, и все это прошло, как вода сквозь песок, не оставив ничего, кроме грязноватой пенки филистерского облегчения. Да еще вот разве что сюжетик простодушный образовался, и теперь вот последняя возможность, самая может быть невероятная, и пусть она ничего не обещает мне поверх моего привычного бутерброда с маслом, но если я ее сейчас упущу, пожертвую ею ради солянки с маслинами, или даже душистой моей риты, тогда ничего у меня не останется, и незачем мне будет раскрывать мою синюю папку, как во сне я услышал брюзгливое барственное бление, или я великий русский писатель, или я буду есть эту лапшу, и как во сне повернувши голову, увидел я над дымящейся тарелкой полное длинное лицо с брюзгливо отвисшей губой, сейчас же скрывшейся от меня за сагбенной спиной официанта, и тут же, уже совершенно наяву, увидел я в дверях хола остановившуюся Риту в любимом моем песочного цвета костюме, и глаз уколол мне блеск сережки в ее ухе, когда она медленно поворачивала голову, отыскивая меня в зале, но я трусливо спрятал глаза и слегка согнувшись, торопливо побежал по ковровой дорожке прочь, туда, к той двери, за которой скрылся Михаил Афанасьевич. Горисно промелькнула в голове моя мысль, что вот опять я совершаю поступок, за который придется извиняться и оправдываться, но я отогнал эту мысль, потому что все это будет потом, а сейчас мне предстояло нечто несоизмеримо более важное. В канцелярии Михаила Афанасьевича не оказалось. Таточка здесь грохотала на своей машинке, а рядом с нею, развалившись в кресле и освободив от пиджака округлое литое брюшко, выстедал красноносый и красногубый, вообще румяный сатир, и с выражением, будто на трибуне стоя, диктовал ей по бумажке. И с абстракционизмом в литературе мы должны бороться и будем бороться так же непримиримо, как с абстракционизмом в живописи, в скульптуре, в архитектуре и в животноводстве, проорал я, чтобы остановить его. И он остановился, явно ослепленный новым поворотом темы. А я быстро спросил Таточку, Михаила Афана сейчас не заходил. Нет, отозвалась она, не переставая грохотать, его сегодня не будет. И требовательно обратилась к сатиру. В архитектуре и в животноводстве, дальше. Я нашел Михаила Афанасьевича в журнальном зале, где он сидел в полном одиночестве и внимательно листал последний номер ежеквартального надзирателя, тот самый, с повестью Вали Демченко, искромсанный, изрезанный, трижды ампутированный, но все-таки живой, непобедимо, вызывающе живой. Я приблизился и остановился, не зная, что сказать, и как начать. Ощущение нелепости происходящего вдруг овладело мной. И я смешался, я готов был уже уйти, но тут он опустил журнал, взглянул на меня попросить и сразу же улыбнулся. «А, Феликс Александрович», произнес он своим тихим ровным голосом, «Здравствуйте, садитесь, садитесь, пожалуйста, вот как раз свободный стул». «Это из Чапика?» спросил я, послушно усаживаясь. «Нет, это из Гашика. Так чем я могу служить вам, Феликс Александрович?» «О, я вижу, вы очень хорошо знаете литературу». «Более того, литературу я очень люблю, хорошую литературу». А когда у вас возникает сомнение, хорошая ли она, вы суете ее в свою машину? Помилуйте, Феликс Александрович, мне это даже как-то и не к лицу. Впрочем, я сам виноват. Я оговорился, прошу прощения. Конечно же, литература не бывает плохой или хорошей. Литература бывает только хорошей. А все прочее следовало бы назвать макулатурой. «Вот-вот», подхватил я, продолжая напирать в каком-то горестном отчаянии. «Свежесть бывает только одна, первая. Она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая». Он закрыл журнал, заложивший его однако пальцем, и некоторое время молча смотрел на меня. А я смотрел на него и поражался схожести с портретом в коричневом томике. И поражался, что за три месяца никто из наших пустобрехов не узнал его. И сам я умудрился не узнать его с первого взгляда там, на банной. «Феликс Александрович», сказал он, наконец, «я вижу, вы принимаете меня за кого-то другого, и я даже догадываюсь, за кого». «А позвольте, позвольте!» вскричал я горячо, потому что это его попытка уклониться, разочаровывала и даже оскорбила меня. «Но это не станете же вы отрицать!» «Именно стану», произнес он, наклоняясь ко мне. «Меня действительно зовут Михаил Александрович, и говорят, что я действительно похож. Но посудите сами, как я могу быть им? Мертвые умирают навсегда, Феликс Александрович!» «Это так же верно, как и то, что рукописи сгорают дотла, сколько бы он не утверждал обратное». Я почувствовал, что пот заливает мне лицо. Я торопливо вытащил платок и утерся. Голова у меня шла кругом, в ушах звенело, видимо, давление подскочило неумеренно, и я опять чувствовал себя, как во сне. «Однако, давайте, наконец, приступим к вашему делу», продолжал он и вынул палец из журнала, а журнал положил на диван рядом с собой. «Вы, как и следовало ожидать, совершенно правильно догадались, что машина моя определяет не абсолютную художественную ценность произведения, а всего лишь судьбу его в исторически обозримом времени». Я кивнул, снова и снова протирая заливаемые потом глаза. И догадавшись, вы оказались перед вопросом, стоит ли рискнуть и передать мне на анализ вашу синюю папку. Я снова кивнул. «Давайте теперь попробуем разобраться, чего же вы, Феликс Александрович, боитесь и на что надеетесь. Вы, конечно, боитесь, что машина моя наградит вас за все ваши труды какой-нибудь жалкой цифрой, словно не труд всей жизни вы ей предложили, а какую-нибудь макулатурную рецензию, писанную с отвращением исключительно чтобы отделаться. А то писанную с отвращением исключительно чтобы отделаться, а то и ради денег. А надеетесь вы, Феликс Александрович, что случится чудо, что вознаградит вас моя машина шестизначным, а то и семизначным числом, словно вы впрямь заявляете миру некий новый апокалипсис, который сам собой прорвется к читателю сквозь все и всяческие преподы. Однако же вы прекрасно знаете, Феликс Александрович, что чудеса в нашем мире случаются только поганые, так что надеяться вам в сущности не на что. Что же до опасений ваших, то не сами ли вы сознательно обрекли свою папку на погребение в недрах письменного стола своего? Изначально обрекли, Феликс Александрович, похоронили еще не родив, а только едва зачав. Вы следите за ходом моих рассуждений? Я кивнул. Вы понимаете, что я только облег в словесную форму ваши собственные мысли? Я снова кивнул и сказал сиплым голосом, мимолетно поразившим меня самого, вы упустили еще третью возможность. Нет, Феликс Александрович, не упустил. О вашей детской угрозе огнем я догадываюсь. Так вот, чтобы наказать вас за нее, я расскажу вам сейчас о четвертой возможности. Такой стыдной и недостойной, что вы даже не осмеливаетесь пустить ее в свое сознание. Ужас перед нею сидит у вас где-то там на задворках. Ужас сморщенный, голенький, вонючий. Рассказать предчувствие этого сидящего на задворках сморщенного ужаса резануло меня, как сердечный спазм. Я даже задохнулся. Но я уверен был, что ничего он мне не может сказать такого, о чем я сам уже не передумал. Чем не перемучился 33 раза. Я стиснул зубы и процедил сквозь платок прижатый к рту. Любопытно было бы узнать. И он рассказал. Честью своей клянусь, жизнью дочери моей Катьки, жизнью внуков, не знал я заранее и представить себе не мог, что он мне расскажет обо мне самом. И это было особенно унизительно и срамно, потому что четвертая моя возможность была такой очевидной, такой пошлой, такой лежащей на поверхности. Любой нормальный человек назвал бы ее первой. Для Ойла союзного она вообще единственная, других он не ведает. Только такие, как я, занесшиеся без всякой видимой причины, надутые с песью до того, что уже и надутости этой не ощущают, не ведь, что вообразившие о себе описание не своей и о мире, который собой осчастливливают, только такие, как я, способны упрятать эту возможность от себя так глубоко, что сами о ней не подозревают. Ну, как в самом деле я, Феликс Александрович Сорокин, создатель незабвенного романа товарищей офицеры, как я мог представить себе, что проклятая машина на банной может выбросить на свои экраны несемизначное признание моих Сорокина заслуг перед мировой культурой, и не гордую одинокую троечку, свидетельствующую о том, что мировая культура еще не созрела, чтоб принять свое лоно, содержимое синей моей папки, а может выбросить машину на свои экраны крепенькие кругленькие тридцать тысяч экземпляров, означающие, что синюю папочку благополучно приняли, благополучно вставили в план, и выскочила она из печатных машин, чтобы осесть на полках районных библиотек рядом с прочей макулатурой. Не оставив по себе ни следов, ни памяти, похороненная ни в почетном саркофаге письменного стола, а в покоробленных обложках из уцененного картона. Простите меня, закончил он с сочувствием голосе, но я не мог оставить в стороне эту возможность, даже если бы не хотел слегка наказать вас. Я молча кивнул, в который раз воистину демон неба сломал мне рога гордынь. Что же касается вашей угрозы сжечь синюю папку и забыть о ней, продолжал Михаил Афанась, то я, признаться, назвал ее угрозу детской лишь в некоторой запальчивости. И на самом деле угроза эта мне кажется серьезной и весьма серьезной. Но, Феликс Александрович, вся многотысячелетняя история литературы не знает случая, что когда автор сжег бы своими руками свое любимое детище. Да, жгли, но жгли лишь то, что вызывало отвращение и раздражение и стыд у них самих. А ведь вы, Феликс Александрович, свою синюю папку любите. Вы живете в ней, вы живете для нее. Но как вы позволите себе сжечь такое только потому, что не знаете его будущего? Он был прав, конечно. Все это была кислая болтовня насчет сжигания, забвения. Да и как бы я стал ее сжечь при паровом-то отоплении? Я нервно хихикнул. Может быть, потому и печатается у нас столько барахла, что исчезли по городам печки. Михаил Афанасьевич тоже засмеялся, но тут же стал серьезным. Поймите правильно меня, Феликс Александрович, сказал он. Вот вы пришли ко мне за советом и сочувствием. Ко мне, к единственному, как вам кажется, человеку, который может дать вам совет и выразить искреннее сочувствие. Итого вы не хотите понять, Феликс Александрович, что ничего этого не будет и не может быть ни совета от меня, ни сочувствия. Не хотите вы понять, что вижу я сейчас перед собой потного и нездорового раскрасневшегося человека с вялым ртом и с коронарами, сжавшимися до опасного предела, человека пожившего и потрепанного, не слишком умного и совсем не мудрого, отягощенного стыдными воспоминаниями и тщательно подавляемым страхом физического исчезновения. Ни сочувствия этот человек не вызывает, ни желания давать ему советы. Да и с какой стати? Поймите, Феликс Александрович, нет мне никакого дела ни до ваших внутренних борений, ни до вашего душевного смятения, ни до вашего, простите меня, самолюбования. Единственное, что меня интересует, это ваша синяя папка, чтобы роман ваш был написан и закончен. А как вы это сделаете? Какой ценой? Я не литературовед и не биограф ваш. Это право же мне неинтересно. Разумеется, людям свойственно ожидать награды за свои труды и за муки. И в общем-то это справедливо, но есть исключения. Не бывает и не может быть награды за муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду. Поэтому, Феликс Александрович, не ждите вы для себя ни света, ни покоя. Никогда не будет вам ни покоя, ни света. И наступила тишина. Словно бы я глух. И в этой глухой тишине беззвучно вошла библиотекарша в сопровождении двух каких-то старух. И они, беззвучно переговариваясь, подошли к шкафу, беззвучно раскрыли его, принялись беззвучно выкладывать на стол и листать какие-то пропыленные подшивки. И вот что странно, они словно бы не видели нас, ни разу не взглянули в нашу сторону, словно бы нас здесь не было. И в этой тишине вдруг зазвучал глуховатый приятный голос Михаила Александровича. Он не говорил и не рассказывал, а именно читал вслух из невидимой книги. Ну вот Андрей произнес с некоторой торжественностью голос наставника. Первый круг вами пройден. Лампа под зеленым фарфоровым абажуром была включена и на столе в круге света лежала свежая газета с большой передовой под названием «Пятую пятилетку досрочно». Гудел и бормотал приемник на этажерке за спиной. Мама на кухне побрякивала посудой, и разговаривала с соседкой. Пахло жареной рыбой. Во дворе колодцы под окном вопили и галдели ребятишки, шла игра в прятки. Из раскрытой форточки тянуло влажным оттепельным воздухом. Еще минуту назад все это было совсем не таким, как сейчас, гораздо более обыденным и привычным. Оно было без будущего, вернее, отдельно от будущего. Андрей бесцельно разгладил газету и сказал «Первый?» «А почему первый?» «Потому что их еще много впереди», произнес голос наставника. Тогда Андрей, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда доносился голос, поднялся и прислонился плечом к шкафу окна. Черный колодец двора, слабо освещенный желтыми прямоугольниками окон, был под ним и над ним, и далеко наверху, в совсем уже потемневшем небе, горела вега. Совершенно невозможно было покинуть все это снова, и совершенно еще более невозможно было остаться среди всего этого, теперь, после всего. «Изя, Изя!» пронзительно прокричал женский голос колодца. «Изя, иди уже ужинать, дети, вы не видели Изю?» И детские голоса внизу закричали. «Иська, Кацман, иди тебя матка зовет». Андрей, весь напрягшись, сунулся лицом к самому стеклу, всматриваясь в темноту, но он увидел только неразборчивые тени, шныряющие по мокрому черному дну колодца между громоздящимися полинницами дров. Михаил Афанась замолчал, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. И вдруг я понял, откуда это он читал, «И почему мне это кажется таким знакомым?» И еще я понял, что между последними написанными мною словами Питер Блок облизнулся и словами наставника «Ну вот, Андрей, первый круг вами пройден», лежат привычные пустыри ненаписанных строк сто, двести, а может быть и триста ненаписанных еще страниц. Но уж после того, как Андрей увидел только неразборчивые тени, шныряющие между поленницами дров, после этой строчки не будет ничего, кроме слова «конец» и, может быть, даты. Весь ресторан клуба видел, как известный писатель военно-патриотической темы Феликс Сорокин. Рослый, несколько грузный, среброголовый красавец с пышными черными усами, блестяло урядским значком на лацкане пиджака. Свободно пройдя между столиками, подошел к красивой женщине в элегантном костюме песочного цвета и поцеловал ей руку. И весь ресторан услышал, как он, повернувшись к официанту Миши, произнес отчетливо «Мясо! Любого, но только не псины! Хватит с меня псины, Миша!» Половина зала пропустила эти странные слова мимушей, другая половина сочла их за неудачную шутку, а Палон Аполлоныч, покачав черепашьей головкой, пробормотал «Странно! Странно! Когда это он успел?» А Феликс Сорокин и не думал шутить, и тем более надираться он отнюдь не собирался. просто он был возмутительно, непристойно и неумело счастлив сейчас и сам толком не знал, почему собственно. «Странно!» Продолжение следует...